Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика.Инфо. Максим Радайкин. Я Борис Марсенкевич. Всем добрый день. Борис Александрович, можно такой вопрос? Вот адепты зеленого перехода вот этой всей интересной зелени, они говорят о том, что да, это прерывистая генерация, но ее значит надо больше там в 3-4 раза от потребляемой мощности номинальной, а вот все избытки мы будем направлять на генерацию водорода, чтобы это. Но вот у меня просто вот вопрос, а выживет ли вообще в теории даже сбалансированная система, которая будет в 3-4 раза больше номинальной, она вообще вытянет европейскую энергосистему или нет? И это даже в теории вообще никак не вяжется. Ну, давайте по порядку. Вот получился водород. Простите, а что с ним делать? Его надо... его отправить на то, чтобы раньше была газовая электростанция, которая работала на природном газе. Что мы имеем? Если водород горит в атмосферном воздухе, то в огромном количестве, благодаря так называемому механизму Зельдовича образуются оксиды азота, НО2, НО3, то, что является причиной кислотных дождей, то, что, попадая в легкие человека, превращает их в мелкое ситечко. Значит, если ты хочешь, чтобы у тебя водород горел вот в такой... в обычном атмосферном воздухе, тебе нужна какая-то глобальная система фильтров, которая на себя всю эту гадость возьмёт. Дороговато. Хорошо. Что будет, если водород будет гореть в атмосфере, в атмосфере чистого кислорода? Прекрасно. Никаких оксидов азота нет, потому что нет азота. Мы его из состава воздуха удалили. Температура горения водорода в атмосферном... в кислородной атмосфере 2000 градусов. 2000 градусов. На всякий случай температура плавления стали 1100. Из чего же вы, господа хорошие, хотите сделать топку? А также теплообменники, а также всю арматуру, которая у вас внутри, электростанция. Вы уже подготовились, у вас есть такие сплавы? Нет, не получается. Оказывается, жечь нужно смесь водорода с обычным природным газом, с метаном. Когда повышение температуры есть, снижение выхлопов углекислого, выбросов углекислого газа тоже есть. Вот она, золотая середина. Вот мы произвели водород. Он, простите, произведенный. В чем находится? Видимо, в емкости, в которой поддерживается, насколько я помню, отрицательная температура. Ну, во-первых, нужна отрицательная температура. Ладно, бог с ним. Мы не замораживаем, мы его оставляем в газообразном состоянии. Если смотреть на формулы горения, то действительно, при сгорании килограмма водорода производится в 2,5 раза больше тепла, чем при сгорании метана. Ну, казалось бы, замечательно. Только килограмм азота объем занимает в 8 раз меньше, чем килограмм водорода. То есть, как минимум, все эти емкости... Ну, а что такое емкость для хранения газа? Ну, это понятно. Подземное хранилище. Куда ж его еще бедного девать? Водород в подземное хранилище не отправишь. Он химически настолько активен, что, находясь в подземелье, он будет реагировать со всем, что вокруг себя обнаружит. Со стенками подземного хранилища, с водой, которая подстилает снизу, со всем чем не пуплет. То есть, для него нужны искусственные емкости, причем очень большие емкости. Не хочется нам емкости, надо хранить его под давлением. Тогда возникает вопрос, сколько же это будет стоить, постоянное давление на этой емкости. А если водород находится под давлением, тогда возникает вопрос, из чего должна быть выполнена внутренняя стенка такой емкости. Водород под давлением, как химически активный элемент, в химических реакциях участвует еще охотнее, еще активнее. Значит, нам нужно придумать сплав, который это выдержит, обеспечить постоянное давление, чтобы не занимать такие большие объемы. Потом нам нужно будет придумать трубопровод, который из места хранения позволит довести водород до места его сжигания. Если мы его подаем по трубам, это опять давление. Если давление, а мы повышаем химическую активность водорода, возникает вопрос, из чего такие трубы строят. Хорошо, мы работаем на смеси. Как это выглядит тогда? Тогда рядом с теми местами, где мы производим водород, то есть вот сколько-то гектаров ветряных установок, здесь мы будем производить водород. Значит, туда же должна прийти труба с природным газом. Ведь надо смешивать? Ну, это смешать и пустить в трубу. И, насколько я помню, самые современные трубы Северного потока-2 выдерживают только до 10-15%, точнее, 15% содержание водорода в смеси. Я просто пытаюсь понять, сколько все это стоит. Вот поляна с солнечными панелями, здесь будем ставить электролизеры, они будут работать. Значит, вот сюда, в это место, надо привести газ, проложить трубопровод. Уже хорошо. Поскольку водород вырабатывается не 24 часа в сутки, а только то время, которое есть излишки электроэнергии, требования возникают еще и к хранению этого природного газа, которому предстоит в смеси участвовать. Ладно, если смешивание идет постоянно, а если оно с перерывами, за слоночку поставили. Поставили дополнительную какую-то компрессорную станцию, потому что на тот момент, когда пошел водород, надо подавать метану, делать это надо быстро. Прекрасно. Следующий трубопровод, вот пошла уже смесь куда-то вдаль, к тем электростанциям, где это предстоит сжигать. И это вот описание той работы, которая просто без всяких химических формул, просто исходя из свойств водорода как такового. И это же понятно, что далеко не все. Возникает вопрос, из чего, собственно говоря, собирается производить водород. Сзвучит все красиво. Это химическая формула воды H2O. Электролизер позволяет H2O отдельно, O отдельно. Замечательно. Для этого в электролизер должна подаваться химически чистая вода. Примеси там не нужны. Значит, перед электролизером у нас должна стоять станция водоподготовки. То есть вот здесь газовые трубы, емкости для хранения водорода, емкости для хранения природного газа. На тот момент, когда производство не идет, вот новая труба, по которой идет смесь, вот цех водоподготовки. Это точно то, что нужно для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Потому что дальше возникает вопрос, а какую воду вы собираетесь подавать в электролизер? Речную? Прекрасно. Получается, что H2O после того, как электролизер поработал, она обратно не соберется. H2O отдельно кислород в атмосферу. То есть пресной воды станет в разы меньше. Вознимание в вопросах, как вы будете обеспечивать водой свои города, поселки, мегаполисы, городские агломерации, если вам вся эта вода необходима для того, чтобы у вас появился водород. Хорошо. Отказываемся от работы с пресной водой. Что нам стоит дом построить? Берем воду морскую. Какие проблемы? Значит, ее нужно избавить от соли. Что тоже стоит кое-каких денег. Ее нужно фильтровать. Ее надо как-то либо за счет обратного осмоса, либо за счет испарения избавить от морской соли. Возникает вопрос, а соль-то куда девать блю? При тех объемах, которые Европейский Союз заявил, речь идет о миллионах тонн морской соли. Вдоль всего побережья морского. С ней что делать? Как ее утилизировать? Это точно полезно для экологии, зарытой куда-то в шар земной миллионы тонн морской соли? Мне кажется, что нет. Если вы забрали воду и потом решили сыпать соль обратно, все то же самое. Повысилась соленость. Соответственно, морская флора и фауна, прибрежная, просто умерла. Мы с ней расстались, потому что мы очень любим водород. И так далее, и так далее. То есть вопросов десятки, если не сотни, а ответов намного меньше. И понимая, что ничего не получится, та же банда Шульца, федеральная правительство Германии, я хотел сказать, извините, сорвалась, она уже придумала, мы будем импортировать водород. Ну, а кто же для вас его собирается производить? И по какой цене вы его хотите закупать? И кто будет вкладываться в создание всей этой системы электролизеров и прочего-прочего у других стран? Для того, чтобы другим странам это было выгодно, вы должны предложить такую цену за водород, который компенсирует все расходы и оставит хоть какую-то прибыль. Иначе зачем вкладываться? Вы работали с этим? Вы это планировали, просчитывали, сколько это стоит? С какими-то странами уже попытались договориться? Нет. Мы просто написали у себя в Твиттере «Германия будет импортировать зеленый водород». Точка. Это... К черту подобности. Это точно хоть как-то соответствует с тремя китами, на которых стоит современная электроэнергетика. Безопасность, надежность, обеспеченность. То есть, у тебя не должны прерывать поставки энергетического ресурса, у тебя должно быть большое количество системы подачи на генилирующей мощности, то есть, там, где используется тот или иной энергетический ресурс, должна работать без аварии, без террористических актов, и прочего. Мы не можем заранее предсказать, что сплав, который будет использован для водородных трубопроводов, будет настолько удачным, что аварии не будет. Мы не можем сказать, будет ли у нас постоянный объем производства. Мы же планируем производить за счет альтернативной генерации. Значит, обеспеченность тоже отпадает. А что остается? То есть, все базовые принципы электроэнергетики мы хотим нарушить для чего? Что мы хотим доказать? Кому мы что хотим доказать? Может быть, водород используют для того, чтобы появились водородные элементы для автомобилей? Хорошо, водородные заправки в Европе открывали. И даже объявляли, что будут бесплатно обменивать эти топливные элементы. Но если посмотреть, что произошло через 2-3 года после громких заявлений о том, что открыли водородную АЗС, так их, оказывается, закрыли. Потому что прибыль есть, но она отрицательная. Долго работать с отрицательной прибылью не каждая компания себе может позволить. Вот те компании, которые были стартаперами, когда они открывали водородную АЗС, те деньги, которые у них в распоряжении были, просто проели и закрылись. Нормальный закон капитализма. Деньги кончились, работать не могу, прибыли не вижу. Все, закрылся. Так может, прежде чем подписывать всевозможные зеленые сделки, стоит собрать экспертов в отрасли, обсудить проблему во всем ее многообразии, а уже потом говорить кукурику, а уже потом говорить, мы разработали и подписали зеленую сделку. Но ведь ученые сначала на мышках, а уже потом на людях. Вот такие мысли вслух по поводу того, без чего можно обойтись. Обойтись можно без многого. Борис Анатольевич, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписываемся на Геоэнергетика.инфо в Дзене, в Телеграме, на Ютубе обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Все ссылки будут в описании к данному ролику и закрепленному комментарию. Там же будут реквизиты для желающих помочь финансово нашему проекту в условиях лишения монетизации на Ютубе. Спасибо. До новых встреч. В среде прочих условий по-прежнему полное отсутствие спонсоров, поэтому не забывайте распространять наши ролики в ваших социальных сетях. Это тоже помогает сохраняться и развиваться нашему проекту. Всем спасибо за внимание. Всем всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok